продолжим сборку нашего крыла значит на текущий момент у нас окрашены ниши в rlm 02 цвет и я еще задул глянцевым лаком вот смывку я думаю мы сделаем попозже но остатками краской краски прошелся вот по этим вот частям поскольку у нас достаточно такие здесь большие щели получается может что-то будет выглядывать чтобы не отсвечивал белый пластик но решил вот остатками красками пройти здесь по кромке значит теперь нам нужно все это дело собрать склеить значит для начала единственно что сейчас мы уберем остатки точнее краску с тех мест где у нас будут склеиваться половинки зачистим немножко чтобы краска не мешала склеиванию и приступим так и с этой стороны тоже буквально в принципе немножко проходимся в принципе клей достаточно нормально жидкий во всяком случае подъедает и краску то есть в общем то даже не защищает я думаю что склеилась бы она все равно но так вот скажем так для успокоения для надежности так значит теперь теперь воспользуюсь я для начала таким клеем и нанесу клей на вот эти вот места посадочные гнезда вот для который нам дает производитель чтобы правильно спозиционировать а потом уже как только мы его спозиционируем на нужные места уже будем проливать обычно жидким клеем по всем нашим щелям так ну давайте намажем так и надеюсь у меня тут не засохло ничего не вроде бы вроде бы идет проверяем что у нас все хорошо везде сходится так мы правильно все соединили и в принципе теперь можно можно немножко прихватить крыло для этого я буду использовать обычные прищепчики зафиксировать вот таким вот образом и теперь вот можно пройтись жидким клеем пройтись по всем по всему периметру так ну вот пожалуй одну часть мы склеили теперь нужно дождаться хорошенько чтобы она просохла и потом уже будем обрабатывать стыки стыки зачищать где-то может быть немножко придется подшпаклевать посмотрим вот так ну второе крыло я уже приклею самостоятельно чтобы не затягивать видео и дальше уже продолжим сборку примерим потом как это у нас все дело встает ну и продолжим собирать на этом пока опять друзья прерываюсь и так друзья давайте продолжать значит что у нас получается с крылом самостоятельно я обклеил переднюю кромку отравления вот и после склеивания и примерки на корпус вывелся один такой неприятный момент тоже сейчас попробую показать значит вот в нижних у нас наверное здесь видно вот здесь вот такой небольшой белый налет видно и с этой стороны тоже здесь у нас образовались щели вот значит первоначально я попытался их как бы прижать тут можно стянуть если придавить чем-то вот взять прищепчики стянуть то как бы нормально щелей не получается то есть оно плотно прилегает но в этом случае у нас если стыковать с корпусом то в этом месте получается ступенька вот поэтому если честно как бы вот ступеньку вот здесь вот мне кажется устранять очень скажем так проблематично на мой взгляд поэтому как бы из двух зол я выбрал меньше то есть я отклеил опять вот эти вот места вот чтобы освободить эти верхние части чтобы они более-менее нормально вот если в таком виде пристыкует то вроде еще там стыкуются все получше вот с этими щелями не знаю я конечно попробую что-нибудь сделать еще то есть в принципе их можно конечно забить туда шпаклевкой и жидкой пролить и потом подкрасить то есть в принципе как бы ну сложно вот такого ничего здесь нету вот но это уже скорее всего надо будет делать после того как мы соединим крыло непосредственно с фюзеляжем когда мы склеим тогда наверное этим можно уже здесь заниматься иначе опять что-то может как говорится пойти не так вот вот такая вот печаль с крылом хотя не знаю может конечно это мой косяк но вроде бы сделал все по инструкции как бы здесь по-другому как-то тяжело то есть здесь мне кажется небольшой такой просчет все-таки револ ну в общем посмотрим еще в итоге все-таки как от нас стыкуются и там дальше видно вот крыло я пока убираю значит что еще самостоятельно я сделал ну я во-первых подкрасил различные вот срезал слетников и подкрасил различные тяги тут какие-то приборы вот вот такой вот приборчик или баллон тут не знаю что это такое вот который у нас будет крепиться все вот внутрь после приклейки кокпита значит здесь согласно инструкции он красится синий правда револ дает эту деталь полностью показывает что она должна быть синяя но я что-то так подумал что скорее всего наверное ремень стяжная вот эта лента наверное все-таки должна как-то выделяться и другого цвета быть поэтому уже самостоятельно приняло такое решение что выкрасить вот рлм 02 вот и в принципе я приклеил еще вот приборную панель второго члена экипажа оператора сделаю немножко под наклоном в принципе в инструкции тоже дается два варианта позиционированные этой панели то есть строго вот вертикальная немножко как бы наклонена то есть она и как бы и на реальном самолете тоже могла туда-сюда вот ходить скажем так регулироваться вот и в принципе я думаю что пора наверно вклеить капит и заняться вот этой вот мелочевкой приклеить все тяги и после высыхания нужно будет посмотреть еще что там можно сделать с проводочкой и уже вставлять крыло так что приклеиваем приклеиваем наш копит пока я проливаю обычным клеем но потом я думаю что здесь имеет смысл пройтись все-таки так здесь я не достаю кисточка не достает так пройтись все-таки суперклеем потому что тут скажем так вот не знаю видно либо нет на самом деле место крепления не очень скажем так хорошо стыкуются то есть есть некоторые щели скажем так так давайте возьмем кисточку обычной кисточкой прокапываем вот что у нас получается конечно странно здесь немножко щели такие достаточно здесь приличные то есть на место эта штука встает достаточно странно а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzbank ДимаTorzok ДимаTorzok Так, ладно, давайте, давайте примерим караву. Так, ну, в принципе, здесь у нас все хорошо состыковалось. Так, а вот эта вот, наверное, штука, теперь вот более-менее понятно, куда она идет, то есть она куда-то вот так вот, немножко она не доходит, не знаю, вида нет, вот видите, чуть-чуть она не доходит, то есть она должна вот в эти штуки упираться, но почему-то она не хочет, потому что здесь вот у нас не село крыло, почему оно не село? Так, ну, если притянуть, то вроде нормально. Все, заходит. Так, ладно, пока мы это убираем и вот это вот сейчас мы дадим этому всему хорошенько просохнуть и продолжу я работу, посмотрю, что тут из проводки можно добавить, вот и надо будет сделать здесь смывку, ну и так далее. В общем, пока на этом, друзья, прервемся, вот и продолжим уже чуть попозже. Ну и, наверное, самостоятельно я пройдусь еще здесь по стыкам цианокрыла там, дабы, чтобы зафиксировать эту конструкцию, чтобы у нас ничего никуда не отъехало. Так, все, друзья, на этом пока прерываюсь. Итак, друзья, продолжаем. После того, как мы приклеили всю мелочевку в нашу нишу, я еще немножко поработал с проводкой, значит, и добавил ряд проводочков. Сейчас попробую показать, рассказать. Ну, тут, в принципе, основная проблема была в том, что, поскольку отравление с проводкой у меня для другой модели, для модели Трумпетровской, и, ну, как в ходе разбирательств, да, выяснил, что все-таки здорово она отличается от Револской в плане отчленения деталей, поэтому проводка, конечно, из набора из этого не подходит. Ну, хотя бы она дает, плюс ее хотя бы в том, что она дает представление, что, как и куда, и каким цветом это окрашивалось. Поэтому, например, вот на этой стенке я проводку сделал самостоятельно из проволочки, точно так же, как вот делал в этом отсеке пушечном. То есть, проволочку покрасил, прикрепил, ну, вот примерно, что получилось. Единственное, что подошло, это вот тут еще такая вот голубая, голубая, скажем так, или светло-синяя проводка. Вот я ее использовал. И вот это вот желтые жгуты. Правда, здесь тоже один момент в том плане, что у Трумпетерской модели здесь, насколько я понял, еще блок приборов стоит, на которые вот эти провода, концы цепляются. Здесь у Револа нету этих приборов. Вот, поэтому пришлось провода вот так вот бросить. Ну, можно было, конечно, в принципе, здесь так откусить аккуратненько. Но я не стал уже, поскольку, в принципе, этого места не видно. То есть, если мы прикроем наши ниши, то примерно вот то, что видно, это вот. И не более того, как говорится. Вот. Ну, там еще есть ряд проводочков, но, к сожалению, вот, говорю, из-за того, что немножко разный здесь формат членения деталей, конструкцию, то их достаточно проблематично сделать. Вот, даже вот эти вот провода, в принципе, я сделал, скажем так, несколько упрощенно, в том плане, что они должны заходить дальше чуть-чуть, поскольку у Том Петера вот эта вот стенка, она немножко дальше. То есть, она, часть ниш сделана уже здесь, на вот этой вот стенке фюзеляжа корпуса. Вот. Ну, поэтому сделал так. Так, ну, в принципе, как я и уже говорил, моя задача не, скажем так, в точности воспроизвести мочать, а просто показать, скажем так, несколько усложнить модель, ну, и показать, что что-то там, какие-то провода есть, чтобы она немножко поинтересно смотрелось. Так, ну, теперь, в принципе, все это дело подсохло, моли-менее. Вот. И я думаю, что надо сделать здесь, в этом отсеке смывочку и, наверное, уже приклеивать крыло и двигаться дальше. Да, еще в прошлый раз я не сказал один момент. Здесь вот по носовой части, как вы помните, здесь у нас не сходились вот эти вот половинки корпуса. Значит, что я здесь сделал, я вклеил туда вот с внутренней стороны, подклеил небольшой кусочек пластика доширака, а вот эту вот щель я закапал просто этим самым клеем, суперклеем, ну, и немножко здесь зашлифовал, вот. Насколько тут гладко сейчас не могу сказать, то есть потом, когда мы будем задувать все грунтовкой, тут она нам уже покажет, как оно получилось и, может быть, немножко там еще подгрунтовать, подшлифовать придется. Так, вроде, на ощупь там все гладенько, ну, посмотрим. Так, ну что ж, давайте перейдем к грунтовке, значит, к смывке, смывку буду использовать вот такую, миговскую, темную. В принципе, все как обычно. Так, ну все, друзья. Прерываемся и даем подсохнуть. И я уже самостоятельно, наверное, уберу. Как обычно, буду пользоваться ватной палочкой, ну, и, соответственно, там, где ватная палочка не достает, там буду пользоваться кисточкой и ватспиритом. Вот. Значит, сейчас, по идее, конечно, надо было еще смывку и в нише сделать, вот, в самих нишах. Но я пока не буду это делать, поскольку, ну, как я говорил, да, есть вот проблема у нас с щелью, ниша. Вот. Я думаю, что после того, как уже все приклеил крыло, вот, посмотрим, что там можно сделать, может быть, там удастся аккуратно подшпаклевать, подкрасить, и тогда уже можно будет сделать смывку. уже после приклейки. Так, ну, все. Прерываемся. Продолжаем, друзья. Итак, после того, как смывка высохла, я ее постарался вытереть, но, опять же, постарался, скажем так, не полностью избавиться от нее, а немножко так вот ее поразмазывать немножко, чтобы получились такие среды эксплуатации, запыленности, отсека. Ну, в общем, вот так сейчас выглядит у нас вот эта вот ниша. Наверное, разницу, в принципе, вот видно, какого был цвета у нас вот эта вот необработанная часть, и какого цвета у нас стала так немножко она такая потускнее, и, скажем так, следы грязи и так далее. Так, значит, еще, кроме того, я задул все это дело лаком матовым. Вот. Ну, и пока это мы отложим, прежде чем приклеить крыло, и на крыле, я думаю, что нужно еще одну операцию сделать, прежде чем приклеивать, это сделать бано. значит, я их уже подкрасил. Здесь у нас производитель давал имитацию лампочек. Вот. Я это все посрезал здесь, зачистил, поскольку, в принципе, вот на этих стекляшечках у нас уже были просверлены отверстия под эти лампочки, но я просто взял и внутрь, сейчас видно, прокапал, просто прокапал лаком цветным, амейским, соответственно, красным и зеленым цветом. Вот. Ну, и подкрасил, вот сейчас видно, подкрасил с внутренней стороны еще серебряночки. Вот. И, я думаю, сейчас мы это дело приклеим, чтобы потом немножко еще, скажем так, подровнять, где-то, если что-то у нас будет не так. Так, ну что, давайте приступим. Значит, буду использовать такой клей на мент стекло. Так, ну, поехали. Конечно, налива слишком много, но, ладно, не страшно. Наношу так, клея достаточно, вот. Потом это дело еще немножко зачистим. Как раз клей он сейчас заполнит хорошенько щели, то есть у нас не будет щелей. И это мы еще заполируем немножко. Так, вроде бы у нас все достаточно ровно получилось. Кстати, иногда замечаю, что некоторые начинающие моделисты путают. Иногда цвета, где какой должен быть. Ну, я вот для себя такое правило сформировал. То есть, если посмотреть на пилота, в связи пилота, вот, то сердце у пилота находится у нас с левой стороны. Сердце у нас красное. Значит, слева у нас должен быть красный огонь. Вот. Ну, соответственно, справа либо зеленый, либо там уже надо смотреть, либо синий, может быть. Уже зависит тут техники. Так, ну что, все. Потом это дело мы зачистим. Точнее, я зачищу. Нужно, наверное, самостоятельно. Вот. И будем приклеивать крыло. Итак, в принципе, все готово у нас к сборке, точнее, к приклейке стыковки фюзеляжа и крыла. Давайте этим займемся. Значит, я немножко здесь зачистил приклеенное вот этим бано, немножко заполировал. Вот. Ну, в самом конце уже можно будет попробовать пройтись по ним, например, футурой, чтобы они получше блестели. Ну, так в целом, в принципе, неплохо. Пока вроде все получается здесь. Значит, здесь я еще сделал одну вещь. Вот здесь вот у нас, где вот это вот поперечное алюминиевое, вот место стыка мне не очень нравилось. Здесь такое вот грубое достаточно, на мой взгляд, такое крепление было. Поэтому, чтобы оно вот сильно так не бросалось в глаза, я сделал пробойничком небольшие кружочки из доширака и вот эти вот места этими кружочками заклеил и, ну, соответственно, подкрасил. Не знаю, но мне вот как так больше нравится. Так, ну что ж, давайте попробуем теперь это дело собрать. для начала я воспользуюсь вот таким обычным клеем от Rail у меня еще тут остатки. Игорь Негода здесь вот конечно тут в начале ближе к передней кромке еще нормально а вот с этой стороны сзади немножко как-то оно плохо подходит. ну ладно, тут уже ничего не поделаешь в общем будем думать как тут исправлять в принципе здесь вот наверное придется все-таки еще шпаклевать достаточно потому что например вот здесь в центральной части здесь вот две утяжины и здесь с этой стороны тоже две утяжины так что здесь как-то еще придется все это дело исправлять долго и мучительно так и оставляем сохнуть друзья пусть подсохнет все это дело потом будем разбираться что-то как все на этом на этом прерываюсь